Роман Тургенева 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 Едут, едут, едут в парень! Аркаша, Аркаша! Дай же отрягнуться, папаша! Папаша, позволь познакомить тебя с моим добрым приятелем Вазаровым. Он так любезен, что согласился погостить у нас. Пожалуйста, папаша, приласкай его. Ты не представляешь до какой степени я дорожу его дружбой. Душевно рад. Надеюсь, позвольте узнать ваше имя отчество. Евгений Васильев. Надеюсь, любезнейший Евгений Васильевич, что вы не соскучитесь у нас. Да как же, Аркадий? Сейчас закладывать лошадей, что ли? Или вы отдохнуть хотите? Дома отдохнем, папаша. Финчка! Вот мы и дома. Ты увидишь, комната твоя оклеена обоями. Над балконом большую маркизу приделал. Что-то на дачу больно похоже будет. Добро пожаловать. Позвольте представить Евгений Васильевич Базаров. Брат мой, Павел Петрович Кирсанов. Вы, собственно, физикой занимаетесь. Физикой и вообще естественными науками. Говорят, германцы в последнее время сильно преуспели по этой части. Да. Тамошние ученые – дельный народ. Да. Прежде у них были писатели, поэты. Ну, там, Шиллер, что ли, Готте. А теперь пошли все какие-то химики да материалисты. Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта. Стало быть, вы и искусство не признаете. Да, Аркадий Николаевич нам сейчас сказывал, что вы не признаете вообще никаких авторитетов. А зачем я их буду признавать? Мне скажут дело, я соглашаюсь, вот и все. Вы, стало быть, все отвергаете. Все. Все. Ну, а насчет других, в людском быту принятых постановлений, вы придерживаетесь такого же отрицательного направления? Это что, допрос? Спасибо. Это неожиданный приезд нового лица в устоявшуюся, сложившуюся типичную среду базаров среди помещиков Кирсановых и его разговоры, его споры с ними. Затем, после этого взаимного изучения, главные герои Базаров и младший Кирсанов уезжают из Марина. И вторая часть, второй план романа, это своего рода проверка героев и, прежде всего, главного героя Базарова. Он попадает в непривычную для него среду дворянскую, городскую, провинциальную, где ему приходится быть на каких-то раутах, приемах, балах. Затем вместе с Аркадием они едут, как вы помните, в имение Одинцовой Никольска. Здравствуйте. И потом уже Базаров везет своего младшего товарища своим родителям в их имение. Это проверка героев самой жизнью. И третья часть, это своего рода подведение итогов. И это такой для Базарова очень важный момент, когда он должен для самого себя поставить своеобразные точки над И. Сначала в Марина происходит некоторое отдаление Базарова от младшего Кирсанова, и фактически Базаров остается один. Первая точка поставлена во время дуэли. Это точка, это финал конфликта, спора с Павлом Петровичем Кирсановым. И мы с вами уже говорили о том, что фактически разрешение этого конфликта не приводит ни к какому торжеству, никто из героев не является победителем, и фактически происходит их некоторое примирение. В дальнейшем Базаров едет в Никольское, чтобы попрощаться с Одинцовой. И это вторая точка. Это то самое испытание любовью, которое не выдерживает ни героини, ни фактически герой. Вспомните, мы с вами говорили в прошлый раз о том, что главный конфликт, это внутренний конфликт Базарова, который очевидным становится именно во время этого испытания, испытания любовью. И вы бы желали знать причину этой сдержанности? Да. И вы не рассердитесь? Нет. Знаете же, что я вас люблю глупо-безумно. Вот чего вы добились. Евгений Васильевич. Нет. 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 Вы меня не поняли. Вы меня не поняли. Бог знает, куда бы это повело. Спокойствие все-таки лучше всего на свете. Евгений, я завтра к батьке уезжаю. Базаров-теоретик Базаров-теоретик и Базаров-живой человек сталкиваются, конфликтуют и в конечном итоге, безусловно, побеждает человек, натура. И последняя точка поставлена Базаровым во время его посещения родителям. Базаров-теоретик Нет у тебя адского камня? Есть. Зачем тебе? Ранку прижечь. Кому? Себе. Как себе? Я был в деревне. Там техозного мужика почему-то вскрывать собирались. Я давно не упражнялся. Ну? Ну и порезался. Да по-настоящему я адский камень не нужен. Уж ежели я заразился, так уж теперь поздно. Как поздно? Да 4 часа прошло слишком. Смерть Базарова совершенно не мотивирована. Она случайна. Она не зависела от всей его предшествующей жизни. И как будто бы неожиданно и для самого героя, и для нас с вами. Но таким образом происходит сведение счетов с жизнью в этот последний, финальный эпизод романа. Надо сказать, что вся система персонажей романа выстроена таким образом, что так или иначе все герои нам зачем-нибудь нужны для того, чтобы мы открыли что-то в Базарове. Они все окружают его. Они все находятся во взаимоотношениях именно с ним. И главное лицо Базаров, сталкиваясь с ними, показывается нам теми или иными сторонами. О, Болото! А на что тебе лягушки? А вот на что. Я лягушку распластаю и посмотрю, что у нее внутри делается. А так как мы с тобой те же лягушки, только что на ногах ходим, то я и буду знать, что и у нас внутри делается. А на что тебе это? А чтоб не ошибиться. Если ты за ним можешь, и мне тебя лечить придется. Так разве ты доктор? Да. Васька, слышь, барин говорит, что мы с тобой те же лягушки. Чудно. А я хлебушек-то боюсь, а. Чего их бояться? Разве они кусаются? Ну, полезайте в воду, философы. Если Кирсановы все, и братья старшие, отец Аркадия и его дядя, и младший Кирсанов Аркадий, все живут в большей степени чувствами, а Базаров, противопоставленный им, живет прежде всего разумом, рацио. Мы видим, как велика его воля, его энергия, масштаб его личности, безусловно, гораздо больше, чем масштаб личностей рядом с ним поставленный. И Базарове сразу привлекает наше внимание абсолютное непререкаемое его мнение. Он никогда ни в чем не сомневается. Тот первый Базаров, теоретик, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. Сомнения начинаются тогда, когда Базаров влюбляется, когда Базаров в себе самом обнаруживает другого человека. Базаров спорящий, Базаров утверждающий. Это тоже очень важный этап в его становлении. Становление, споры его с Павлом Петровичем и разговоры его с Одинцовой в Никольском демонстрируют нам, прежде всего, Базарова, как человека, утверждающего, что необходимо в России абсолютное лом. Я только хотел сказать, что аристократизм принцип, а без принципов жить в наше время... Аристократизм, миперализм, принципы, прогресс. Подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны. Послушайте, Базар, мы живем вне исторических законов. Логика истории требует... Я надеюсь, не нуждаетесь в логике, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Я вас не понимаю после этого. Как можно не признавать принципов, правил, в силу чего же вы действуете? Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным. В теперешнее время полезнее всего отрицать, мы отрицаем. Все? Все. Как не только искусство, поэзия, но и страшно вымолвить. Все. Однако, позвольте, вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете? Да ведь надо б ножа и строить. Это уже не наше дело. Сперва надо место расчистить. Он, безусловно, противостоит Павлу Петровичу Кирсанову, который, с одной стороны, демонстрирует славянофильские взгляды в отношении к народу, в частности. С другой стороны, он либерал и сторонник реформ постепенных для России. Базаров ничего не утверждает. Он считает, что необходимо разрушать состояние нынешнее и, как он выражается, место расчистить. Таким образом, Базаров – явление уникальное по-своему. И нельзя полагать, что Базаров для современных роман у читателей и для нас, потомков, представляет какое-то имеющееся на тот момент общественное движение в России. Скорее, это определенная система взглядов, мироощущения, которое было характерно для нового поколения, но не отразило уже сформировавшегося течения. Итак, вот основные пункты, которые мы хотели бы отметить в романе «Отцы и дети» в том, каким явился этот роман для современников и в чем его особенность как романа социально-исторического. Но, как мы помним, это еще и роман психологический. Вспомните, мы говорили о скрытом, так называемом «тайном» психологизме Тургенева. Он практически нигде, сам автор, не выражает в прямую своего отношения к персонажу, к явлению нигилизма, к его противникам, но все время показывает нам героя в столкновении, в диалоге, в полемике. Он показывает нам его внутренний мир, но не прямым образом, не так, как это делали Достоевский или Толстой. Нет практически внутренних монологов герою. Только, наверное, единственный раз, когда Базаров размышляет о том, что такое его отношение к Одинцовой, когда он в себе обнаруживает романтика. Это единственный эпизод, в котором мы видим внутренний мир Базарова. Но Тургенев пользуется тайной психологией. Для него очень важен и мир природы, и мир дома, интерьера, и психологические портреты, которые он нам дает в своем романе в изобилии. И, кроме того, каждый персонаж характеризуется с помощью речи. Каждый герой говорит по-своему и отличен. И даже если мы не будем знать, кто говорит, мы узнаем его по тому, как он это делает. Ну, а что такое этот господин Базаров? Что такое Базаров? Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он, собственно, такое? Да, сделаю я наложение, племянник. Он нигилист. Это от латинского нигель. Стало быть, это слово означает человека, который... Который ничего не признает. Я вас знаю, Базаров. Опасный господин. Вы такой критик. Я хочу знать ваше мнение. О чем? О браке. Что такое брак? Это предрассудок или преступление? Отвечайте. Прелесть. Побольше вот таких женщин. А есть здесь хорошенькие женщины? Есть. Есть. Они такие пустые, никаких идей. Ни о физиологии, ни о эмбриологии. Они не в состоянии понять наши дети. А зачем им понимать нашу беседу? Как вы разделяете мнение Фрудон? Я ничьих мнений не разделяю, я имею свои. Браво, браво! Анна Сергеевна, я должен вас успокоить. Перед вами смертный, который сам давно опомнился и надеется, что и другие забыли его глупости. То был сон, не правда ли? А кто же сны помнит? Кто их помнит? Итак, психологизм Тургенева в романе особый, отличающийся от тех психологических приемов, которые мы встречали в романах его современников. Я хотела бы в конце нашего разговора об этом главном программном произведении несколько цитат привести вам из замечательной работы Юрия Михайловича Лотмана об особенностях русского романа XIX века. Так в чем же все-таки особенности именно Тургеневской прозы? Формальным признаком отличия романов Тургенева является отсутствие в его произведениях мотива возрождения. Его заменяет мотив абсолютного конца – смерти. В этом смысле Тургенев особая фигура, и его романы не похожи на романы Толстого или Достоевского. Вспомним финалы романов «Преступление и наказание» и «Война и мир». В обоих этих романах, безусловно, очень важным является именно мотив возрождения, возрождение души человеческой и попытка нарисовать путь для всей России с помощью одного или двух героев. Сюжетное повествование Тургенева строится на столкновении осмысленности и бессмысленности. Противопоставление это задано еще Гоголем, его столкновением существователей и небокоптителей, и бытие которых лишено смысла с человеком, имеющим цель. Это было так у Гоголя. И в случае с Тургеневом то же самое противопоставление осмысленности и бессмысленности существования. Трагедия героев Тургенева в том, что смерть не вытекает из их деятельности и ею не предусматривается, она не входит в расчеты. Вспомним с вами, как погибает Базаров, вспомним, как погибает Рудин, например. И тот и другой герои совершенно их пути не предсказывают такого финала. И в какой-то степени финал есть опровержение всего предшествующего пути. Героический сюжет у Гоголя отрицание смерти. И Гоголь именно потому, что боялся в своем реальном бытии смерти, искал возможность смерть попрать. Для Тургенева, в свою очередь, именно героизм утверждает неизбежность обессмысливающей его концовке. Герои, чьи жизни не имеют смысла, в произведениях Тургенева не умирают. Для Тургенева очень важен взгляд из вечности с точки зрения космоса и мировой природы Базарову. Безразличен внутренний смысл природы. Слова «природа не храма-мастерская», а «человек в ней работник» принципиально игнорируют внутренний свой смысл природы. Базаров стремится насильственно подчинить ее своим целям, а природа, в свою очередь, игнорирует цели Базарова и своим вторжением превращает его планы в бессмыслицу. Вот как раскрывается этот самый диалог природы и человека в романе Тургенева. Диалог полемика человека, который решает подчинить себе природу, себе, человеку вообще, и природы, той самой равнодушной, как ее называет Тургенев, природы, которая вечно и для которой человек песчинка. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно. И часть времени, которое не удалось прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. В этом атоме, в этой математической точке мозг работает, чего-то хочет. Сын мой. Отец. Дорогой мой сын. Да, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста. Вспомните мысли самого Базарова на Сенавале, когда он размышляет слух перед младшим Кирсановым у себя в имении, когда он говорит о том, что кто я такой в сравнении с этим бесконечным миром природы. Что такое моя жизнь, которая, кажется, существует одно мгновение? Базаров стремится подчинить себе природу, а она игнорирует его. Базаров, получается, рассматривает таким же взором природу, как Кирсанов инфузорию в его же микроскоп. Но поведение Базарова бессмысленно, к сожалению, и для мужика, видящего в нем шута горохового. Для Базарова невозможен контакт и согласие с народом и с мужиком. Он полагает себя одним из них, но он бесконечно далеко от них ушагал вперед. Поэтому и здесь разрыв и бездна. Постоянное вторжение природы с ее законом смерти и рождения, вытеснение старого молодым, слабого, сильным, тонкого, грубым, и с ее равнодушием к человеческим целям и идеалам, ко всему, что организует человеческую жизнь, делают эту последнюю, то есть человеческую жизнь, бессмысленной и, следовательно, трагической. Как и получается в романе Тургенева трагический финал Базарова. Спасибо. Я этого не ожидал. Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих. Евгений Васильевич, я надеюсь... Эх, Анна Сергеевна, со мной кончено. Попал под колесо старая штука смерть, а каждому вновь. До сих пор не труш, а там придет без памятств и... Ну что же мне вам сказать, что я любил вас, это и прежде не имело никакого смысла, а теперь и подавно. Три пласта мы встречаем в романах Тургенева социально-бытовой. И тут мы видим типы, такие социально-исторические типы героев. И в этом смысле романы Тургенева, безусловно, романы реалистического толка. И второй план архетипический, где мы встречаем вечные типы. И третий – космический, природный. И все эти три плана в романах Тургенева так или иначе взаимодействуют. Конфликты, которые на первый взгляд кажутся очевидными и главными, конфликты социально-исторического толка, оказываются снятыми прежде всего вот этим третьим космическим планом романов Тургенева. Итак, именно этой особенностью романы Тургенева и вообще все его произведения как будто предсказывают нам новую литературу русскую конца XIX – начала XX века. Литературу эпохи русского символизма. Но в то же время романы Тургенева читались и как злободневные, и оказывались полемическими в сравнении и в соотношении с романами Толстого и Достоевского, главных современников Тургенева. Итак, романы Тургенева можно читать как злободневные и как вечные. И в этом отношении эти романы нисколько не уступают романам великих современников Тургенева, Толстого и Достоевского. В 1963 году Тургенев уезжает на долгие семь лет во Францию, а затем вместе с семейством Виардо перебирается в Баден-Баден. Этот период очень важен для творчества Тургенева. Это новый Тургенев, совершенно неожиданный может быть. Это период, в который были созданы такие странные повести, как «Призраки», «Степной король Лир», «В финале жизни Клара Милич» и другие условно называемые мистическими повести Тургенева. И были написаны два последних романа. Роман «Дым», где и действие происходит в том же самом Бадене. И последний роман, роман «Новь», который будет рассказывать о хождениях в народ в России. И надо сказать, что это период такой новой вспышки любви Тургенева к Полине Виардо. Это история была долгая, как вы помните, 20-летняя любовь. И Виардо в это время тоже переживает и кризис, и затем вновь расцвет. Она заканчивает свою артистическую оперную карьеру, поэтому и переезжает в Баден-Баден. И теперь она педагог, у нее класс музыкальный. А Тургенев пишет для ее учениц партии, тексты этих партий. Она музыку, а он слова. Они разыгрывают маленькие оперы, ставят в маленьком домашнем театре, которые посещают всякие сановные лица, аристократы. И всем это очень нравится. И Тургенев выступает в такой неожиданной, может быть, для уже очень большого, известного русского писателя. И, в общем, первого русского в Европе писателя. Он выступает и в роли автора, но и в роли исполнителя. Потому что, когда не хватает исполнителей мужских партий, то вот приглашается Иван Сергеевич. Ну, довольно странная такая вся эта история. Но, тем не менее, и это была жизнь. И вот начать разговор об этом последнем периоде в творчестве Тургенева я хотела бы с анализа, по-моему, очень актуального для нашего с вами времени романа «Дым». Никогда о нем обычно не говорят в школьной программе, потому что роман этот немного странный, необычный. Он, безусловно, созвучен нашему времени прежде всего по тем исканиям общественным, которые там отражены, по той внутренней борьбе в русском обществе, которые описаны автором. И потому что, может быть, он в согласии с самим названием не столь четко очерчивает и конфликты, и как бы сами характеры. Все как будто в некоторой поволоке, в тумане и в дыму. Обратимся к этому роману. На мой взгляд, роман может быть назван одним из лучших произведений Ивана Сергеевича Тургенева. В центре романа главный герой его, некий Литвинов. Молодой человек, примерно 30 лет, который ненадолго проветрится, приезжает в Европу из России. В начале романа мы встречаем его человеком достаточно определенных взглядов, настроений, желаний. Он вскоре собирается вернуться в Россию, строить новую свою частную жизнь, исключительно частную. Вообще, особенность этого героя в том, что он самый обыкновенный, рядовой и даже заурядный человек. Это не Базаров, не Рудин и даже не Лаврецкий. И уже в этом мы видим что-то новое для Тургенева. Он не ищет лица поколения. Он не демонстрирует нам нового, очередного героя своего времени, а он показывает просто человека. Более того, рядом с ним вдруг появляется совершенно неожиданная фигура, некий Потугин, человек уже немолодой. Там же они встречаются случайно. Вообще, в этом романе очень важна роль случая. Казалось бы, все происходит само собой. События не мотивированы желанием героев, их стремлением, а как будто так жизнь распоряжается сама. Так вот, этот молодой человек Литвинов встречает некого Потугина. И оказывается, что именно ему принадлежат взгляды и размышления, которые очень близки самому автору. Но в то же время, этот главный идеолог романа оказывается человеком достаточно жалким, человеком, который одинок, жизнь которого не устроена, сердце его разбито. И вот это сочетание мощного интеллекта, саркастического ума и жалкого обличия, неожиданно для Тургенева, никогда не было таких героев. И в то же время, несмотря на то, что явно взгляды этого героя созвучны точке зрения и мировоззрению автора, автор скорее солидарен с другим героем, с Литвиновым, в его переживаниях мира природы, красоты, любви. То есть нет одного персонажа, как всегда это было в романах Тургенева. Всегда какая-то одна фигура в центре, и все остальные нужны для того, чтобы что-то сказать об этом главном герое. Здесь вот эти двое, да и они не главные, кроме любовной коллизии, которая кажется главной. Здесь есть замечательная картина русских типов, социальных типов этого времени. И славянофилов, и западников мы встретим, и саркастическая пародия на аристократическое общество, отдыхающее на водах, тоже показана автором. Фактически это такая панорама русского общества второй половины XIX века. Тургенев из своего прекрасного далека, над которым так посмеивался Достоевский, предлагавший Тургеневу телескоп. На вопрос Тургенева, зачем он ему? Ну как же, говорит, вам будет лучше видно, что у нас здесь делается. Это в одном из писем Достоевский так ему предлагал. И вскоре, кстати, последовала их ссора, которая фактически так никогда и не закончится. Ссора между Достоевским и Тургеневым. Так вот, Тургенев из своего прекрасного далека, тем не менее, очень хорошо видел, что такое русская жизнь. А сейчас я вам прочитаю небольшую цитату из одного монолога того самого Потугина, героя, о котором я уже сказала. И мне кажется, что эти слова не потеряли своей актуальности. Правительство освободило нас от крепостной зависимости. Спасибо ему. Но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились. Не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин. Барином этим бывает большей частью живой субъект. Иногда какое-нибудь так называемое направление над нами, власть возымеет. Теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались. Почему, в силу каких резонов мы записываемся в кабалу? Это дело темное. Такая уж, видно, наша натура. Но главное дело, что был у нас барин. Ну вот он и есть у нас. Это значит наш. А на все остальное мы нам наплевать. Чисто холопы. И гордость холопская. И холопское уничижение. Новый барин народился? Старого долой. То был Яков. А теперь Сидор. В ухо Якова? В ноги Сидору. Вспомните, какие в этом роде происходили у нас проделки. Мы толкуем об отрицании, как об отличительном нашем свойстве. Но и отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, лупящий кулаком. Да еще, пожалуй, лупим-то по господскому приказу. Ну-с. А народ мой тоже мягкий. В руки нас взять не мудрено. Вот таким-то образом. Видят люди. Большое мнение о себе человек. Верит в себя. Приказывает. Главное, приказывает. Стало быть, он и прав. И слушать его надо. Все наши расколы, наши ануфриевщины, да акулиновщины, именно так и основались. Кто палку взял, тот и капрал. Вот такие слова сказал герой романа Тургенева «Дым» давно-давно-давно. А кажется, что вот прямо сейчас. И почему-то актуальности не теряет. Может быть, это действительно некая натура русская говорит и в этом герое, и им описывается. И может быть, это тоже какие-то вечные свойства. Ну, не знаю, может быть, менталитета нашего, что ли. Поэтому, вот уже наткнувшись даже на эти слова, очень хочется читать дальше. И размышлять вместе с автором и его героями над тем, что же такое русский человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Издательство «Просвещение» Учебники, знакомые с детства «Сто лет вместе» А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова